Привет, друзья, с вами Ваймс, и это снова и в онлайн, и в этом видео я расскажу вам пару таких базовых вещей, которые, наверное, все, кто играет какое-то время уже знает, но для новичков, я думаю, это видео может быть полезным. Во-первых, я расскажу, как немножко быстрее качаться. Во-вторых, я расскажу о нескольких там сайтах и программах, которые полезны. Но для начала начнем с прокачки. Навыки в Еве качаются, естественно, какое-то реальное время, то есть вот у меня сейчас качается CPU-менеджмент, который повысит мощность процессора на всех моих кораблях на 5%, и он будет качаться 2 дня 20 часов. Ну, 20 часов и 55 минут, и он уже какое-то время качается, на деле он с нуля будет качаться дольше, естественно. Если я посмотрю его подробную информацию, я могу увидеть, что у него есть два таких стата, первичная характеристика и вторичная характеристика. И это статы моего персонажа, которые влияют на то, насколько быстро этот навык прокачается. То есть если я открою своего персонажа, у меня есть вкладка характеристики, у меня эффективность мышления, интеллект 30, память 24. Соответственно, если бы у меня эти статы были меньше, у меня бы этот навык качался дольше. Соответственно, можно эти навыки определенными способами повышать, чтобы ускорить прокачку. И самый простой способ, который доступен всегда, всем и везде, это импланты. Я могу зайти в маркет, рынок, и здесь есть система повышения характеристик. Разъем 1, и здесь их огромная куча. Но что мне на самом деле интересно, это вот эти вот, ну в данном случае это 5 последних, в других разъемах там они не совсем в таком порядке, потому что название немножко разное, здесь оно по алфавиту. В общем, есть варианты Limited, Ocular Filter. Просто самый базовый. Он прибавляет единичку к моим статам, и он стоит очень дешево, его можно использовать практически там... Ну, по-моему, их почти все можно использовать с кибернетикой 1. И кибернетики 1, по-моему, при создании персонажа нет, но ее можно сразу же прокачать. А дальше Beta стоит там миллионов 5 и дает 2 единички стата, это в данном случае Perception, оно повышает скорость реакции. Дальше Basic стоит около 10 миллионов и дает 3 единицы. Standard стоит около 20 миллионов и дает 4 единицы, и он уже требует кибернетику в 4. И Improve дает 5 единиц, стоит сотню миллионов и требует кибернетику в 5. Но, соответственно, за 10 миллионов Basic, которые дают плюс 3 к статам, вполне можно себе позволить даже новичку. И, собственно, им ничего не нужно в плане прокачки. И в данный момент у меня воткнуты только на Int и Memory, то есть на интеллект и память, потому что это то, что я сейчас использую. Так что я, пожалуй, куплю этот один. И я куплю... В каком слоте? Это вот, по-моему. Так, вот здесь вот, да, здесь они немножко в другом порядке расположены, потому что по алфавиту. Все равно я куплю еще и... А, не-не, Memory это у меня вставлено уже, правильно? Да, Memory у меня вставлено, мне нужен... Это... Нет, эффективность мышления у меня тоже встанута. Третий, значит, да. И, опять же... Где он здесь? Вот он здесь, 8,5 миллионов. И, соответственно, после того, как я купил это все, я могу просто взять и вставить эти импланты, установить. И оно сразу же поменяет мне скорость прокачки, но в данном случае эти два не поменяют мне скорость прокачки, потому что я не качаю ничего, что их требует. Но если я посмотрю, например, поставлю сюда ракетов 4, 1 день 20 минут. Теперь я устанавливаю. И оно становится... Нет, оно вообще отсюда вылетело. 20 часов всего лишь. Потому что я не применил. То есть оно срезало, там, 5 часов, грубо говоря, с прокачки ракет в 4. Соответственно, с прокачки ракет в 5 оно, там, пару дней, скорее всего, срезало. С прокачки чего-нибудь, что требует еще больше садов, потому что ракета — это X1 навык. Если бы я качал какой-нибудь Missile Projection в 5, он качается в 5 сейчас 19 дней. До этого он качался бы, там, не знаю, 27 дней. То есть импланты помогают срезать немножко времени с прокачки навыков. И они достаточно дешевые, их можно спокойно плюс 3 себе... Ну, если вы совсем там, если у вас совсем нет денег, то плюс 2. Плюс 2 совсем дешевые. И, собственно, с ними летать и получать скорость прокачки. Проблема в том, что если я теряю свою капсулу, не корабль, потому что у меня есть корабль, если мой корабль убивают, то у меня остается капсула. Вот такая вот. Если эту капсулу убивают, я теряю все импланты, которые у меня были вставлены в данный момент. Так что нужно не терять капсулу при этом. Ну, или покупать заново импы. Но, в принципе, не терять капсулу — это не так уж и сложно. По сути, если ваш корабль убивают, если вы видите, что вам уже не спастись, вы просто выбираете какой-нибудь объект, там, какую-нибудь планету или что-нибудь подобное, и начинаете спамять отварп. В этом случае, как только ваш корабль убьет, капсула появится и сразу отварпает практически мгновенно, и ее почти невозможно так поймать. В хайсеке и в лоусеке в нулях можно, потому что там есть бубли, которые... Ну, ауешные зоны, из которых нельзя уварпать. Но в лоу такой фигни нет, так что если вы изначально были уже в разгоне, то есть если мой корабль уже разгонялся на какой-то объект, мой корабль взрывает, капсула, она с той же скоростью, по-моему, продолжает двигаться какое-то время, и поскольку она уже туда разогнана, она мгновенно уходит в варм. И таким образом можно спасать свою капсулу практически всегда. Ну и, в общем-то, это что касается капсул и имплантов. Кроме этого, есть еще один способ повысить скорость прокачки, это перераспределение статов. У меня в данном случае я уже перераспределил статы в данный момент. У меня сейчас эффективность мышления на максимуме и способность к запоминанию чуть-чуть еще. Но, по сути, все ваши статы базовые — это 17. В данном случае у меня 4 плюс 3 импо вставлены, так что у меня почти все статы 20. И у вас сверху этих 17 есть еще 14 свободных очков. Изначально оно не свободные очки, они там все по 3, кроме... Вот так вот, короче, оно распределено. Но, естественно, это не оптимально, так что вы можете сразу же зайти сюда и сказать. Я вот сейчас хочу качать навыки, которые требуют интеллект и память, и поэтому я уберу все здесь, прибавлю... Упс, сдвинулось. Прибавлю интеллект на максимум и на остаток память. И применить. И вот такой вот у меня ремап, и, соответственно, из-за этого мои навыки, которые требуют интеллект и память, быстрее качаются. Навыки, которые требуют что-то другое, будут качаться, естественно, немножко медленнее. Так что я бы сказал, что там первую неделю-две, может быть, имеет смысл качать все подряд и... Ну, то есть, пока вы там качаете до вменяемого уровня все сразу, то есть там и щиты там, и ракеты, и еще что-нибудь, пока вы не определитесь, что вы там следующие два месяца будете качать только какие-то конкретные скиллы, до этого, может быть, не стоит менять эти статы, потому что менять их вы можете не так уж часто. Изначально вам, по-моему, три мне было доступно ремапа, почему-то, по-моему, должно быть два. То есть я могу два раза перераспределить свои статы, и после этого в следующий раз я смогу перераспределить только через год после первого перераспределения. Ну, или как-то так. В общем, я сейчас могу поменять два раза статы еще, хотя я один раз уже поменял. Мне кажется, должно быть два всего лишь ремапа со старта персонажа. Ну, не знаю. И потом оно раз в год будет вам даваться, этот ремап. Ну, то есть получается, вначале я сейчас перераспределил в интеллект и память, качаю скиллы, которые требуют интеллект и память, потом я перераспределю там во что-нибудь другое, буду качать какие-нибудь другие скиллы, и большая часть скиллов, оно требует либо интеллект плюс память, это все навыки, которые дают всякие бонусы к защите, к электронике, все вот это вот. То есть там броня, интеллект, память, ну, эффективное смышление, способность к запоминанию, интеллект, память, в общем. Какие-нибудь там щиты тоже будут, интеллект и память, сбор данных, все это тоже интеллект и память. То есть все такие навыки. Все боевые навыки требуют персепшн и, в общем, сила воли и скорость реакции. Скорость реакции там основной стат сила воли, это вторичный стат, по-моему, так. То есть если я открою какое-нибудь, где у меня что-нибудь боевое, вот, ведение ракетного огня, скорость реакции, сила воли. Корабли, по-моему, тоже скорость реакции и сила воли. То есть если вы, упс, если вы хотите там летать на каком-нибудь, нет, это не то, доступ к управлению кораблем. Если там я хочу качать амарский фрегат, опять же, скорость реакции и сила воли. Есть пара исключений, скажем, навигация кораблевождения, оно требует интеллект и скорость реакции. Но все равно, поскольку у меня сейчас интеллект на максимуме, я так буду качаться быстрее, чем в другом ремапе. Ну, чем в другом ремапе, если это другой ремап, не интеллект плюс персепшн. То есть эффективность мышления плюс скорость реакции. Но такое сочетание требуется только навигации. И, по-моему, дроном и торговле требуется харизма. Нет? Нет, надо же. Да-да-да, здесь дроном требуется память плюс персепшн, довольно странно. И всякой торговли, и лидерству, и прочему требуется харизма. То есть харизма почти ничему не нужна. А дроном нужен вот этот наркоманский ремап-мемори. Ммм, не знаю. Но почти всему остальному это либо... Упс, а, характеристики. Либо так, как у меня сейчас, либо... Вот так. То есть это два основных варианта. Но, естественно, нужно для этого примерно знать, что вы планируете качать в ближайшее время. И тут нам на помощь приходят сторонние программы. Потому что в деве есть огромная куча всяких сайтов и программ, которые помогают. И одна из этих сторонних программ это Evmon. Так, вот он. Я оставлю ссылку в описании, где скачать. В общем, это менеджер персонажей, грубо говоря. То есть я могу здесь... Я сюда добавил свой персонаж. Вы можете нажать от опеки. Пройти вот по этой вот ссылке. Оно вас пошлет на сайт Евы. Там нужно будет залогниться и создать этот опеключ. И этот ключ вы сюда вводите ID и... Ну, в общем, там создаете этот ключ. Собственно, ID и верификацион ключ. Вводите их сюда. И оно добавляет вашего персонажа. Это ключ, который дает ограниченный доступ к вашему аккаунту. В том плане, что по этому ключу можно смотреть ваши навыки. Можно там смотреть ваши деньги. В общем, все. Играть нельзя, но смотреть всякую информацию можно. И когда вы создаете ключ, вы выбираете, что там можно по нему посмотреть, что нет. И после этого мой персонаж появляется здесь. И я могу посмотреть, какие у меня есть скиллы, не заходя в игру. Что у меня сейчас качается. Желтым здесь отмечено, что прокачается за сегодняшний день. То есть сейчас вот за день оно докачается вот до такого уровня. ЦП менеджмент. И дальше он будет качаться там 2 дня, 20 часов и так далее. Но кроме этого, здесь есть такая фишка, как планы. Я могу создать новый план. Ввести сюда какие-нибудь там буквы. И здесь я могу запланировать себе прокачку. То есть я говорю, что я хочу качать, допустим, каударский линкор в 5. И оно сюда сразу добавит все, что нужно для этого каударского линкора. То есть спейшоп команд, каударик рейсер, каударик рейсер, каударик рейсер и линкор. И, соответственно, я могу туда добавлять всякой разной фигни. Абсолютно безумный. И оно мне скажет, сколько времени это все займет. То есть 268 дней текущая... Текущая все, как это сказать, текущий план займет. И я сюда могу также вставлять вот эти вот ремапы. Я могу нажать вот только в ремапинг-поинт. Оно добавит сюда этот поинт. И дальше сюда. И использовать ремапинг-поинты, которые я установил. И оно определит, на какие атрибуты мне нужно будет в этот момент перераспределиться. И, соответственно, у меня теперь будет не 268 дней, а 213 дней. И то это неудачное место, чтобы ремап начать. То есть посреди прокачки персвилл скиллов. И вообще неудачные скиллы определены. То есть что это все значит? Я могу взять и создать себе план под именно то, что я сейчас делаю. То есть я могу добавить сюда там цпл менеджмент. В 5, который у меня прямо сейчас качается. Потом там какие-нибудь там... Капастор систем оперейшн, капастор менеджмент. Там вепан апгрейды в 5, термодинамику в 4. То есть так запланировать. Потом я, допустим, пойду качать ракеты. Там ракетный спецок в 5, она подразумевает ракетный спецок в 5. А рапид в лонж там в 4, праджекшн в 4 или в 3. Насколько я там кликнул, не знаю, не уверен. В архид апгрейды, что она вообще делает. А, бонус ко всему урон за уровень, неплохо. И после этого я могу вот сюда вот вставить ремаппинг-поинт. И, соответственно, в данный момент 53 дня это займет. Теперь это займет 41 день. То есть я там 12 дней срезал этим ремапом. И я могу вставить несколько ремаппинг-поинтов, естественно. Но в данном случае оно ничего не поменяет, потому что тут одинаковые статы. Таким образом можно себе запланировать прокачку, оптимизировать ее. То есть если я вижу, что... Черт. Почему когда я пытаюсь удалить ремаппинг-поинт, оно крашит всю программу? Ну ладно, в общем, вы поняли, в чем смысл. Я могу запланировать себе статы, там потом посмотреть, может быть, какой-то... Какой-то скилл мне стоит передвинуть там выше или ниже в очереди. Из-за того, что... Какие навыки, что там требует. Так, вообще, я сейчас открою обратно эту фигню. Все-таки. Так. Что у него с окном происходит? Почему оно? Ладно, неважно. Ну я могу даже не новый план, а... Допустим, вот это вот открытие до этого прикидывал. То есть вот я первые там... Оно так покажет, да? Первые 14 дней я качаю все вот эти вот суппорты. Хочу ли я качать 14 дней эти суппорты? Может быть, я хочу побыстрее прокачать ракеты и там убрать... One-grade targeting, target management в 4. Это... Может быть, что-то из этого я там хочу передвинуть вниз. Это удлинит... Или нет? Нет, это не поменяло ничего. Не, надо же afterburner. А, ну потому что он in perception. А, не, потому что здесь ремарк не включен. Вот почему оно ничего не поменяло. Да, я могу применить ремап. На 9 дней быстрее все прокачается. Я, допустим, могу вот сюда вот это afterburner передвинуть. Оно станет чуть дольше. Но зато у меня ракеты появятся раньше. В общем, таким вот образом можно тут все... Все делать. Более того, сюда можно загрузить фит корабля. По-моему, где-то как-то можно было. Да, вот так сюда можно вставить корабль со всем обвесом. И потом оно сразу покажет, каких скиллов не хватает. Там, какие скиллы нужно качать, чтобы идеально летать на этом корабле. В общем, что-то такое тут еще есть. И, соответственно, можно здесь просто посмотреть. Тут есть item-браузер. То есть я могу посмотреть. Если я хочу использовать там тяжелый истребитель, вот этот. Возможно, я зря это нажал. Нет? Да. Это я определенно зря нажал. Да, я могу вот сюда вот нажать. Добавить все в план. И оно добавит в план все, что связано с этим. Все скиллы, которые требуются для этого истребителя. Соответственно, это там все дроны, дрон-интерфейсинг, лидершип, файтеры, тяжелые файтеры. И все там подобное. И вот оно их все добавило. И это еще 113 дней. Но нет, истребителями я пользоваться в данный момент не очень хочу. В общем, очень удобная и полезная программа. И опять же, можно тут импланты прибавлять, убавлять. Почему-то... А, оно не обновилось, потому что я только что импланты вставил, оно обновляется раз в час. То есть на самом деле... Ну, не, оно так не хочет сохранять. Ну, в общем, на самом деле... А, пауэр. Все вот так. То есть вот эти зеленые цифры, насколько у меня срежется скорость прокачки. В общем, эта программа офигенная. И сюда можно добавить много персонажей. То есть я могу добавлять этих хапи-ключей сколько угодно. Смотреть там сразу нескольких персонажей. Я вижу, что у кого качается сразу. То есть мне... Если, допустим, у меня там 5 аккаунтов, и на всех 5 аккаунтах есть персонажи, которые прокачиваются, я могу просто запустить программу и посмотреть. Ага, вот у этого персонажа очередь кончается. Нужно за него зайти, поставить новые скиллы. И все там подобное. Но кроме этого есть еще несколько полезных сайтов, программ. Ну, в основном сайтов. И всего там подобного. Так что давайте к этому перейдем. Ну, я уже показывал DotLan. Это карты. Очень удобные карты. Тут есть разные... Ну, тут просто на самом сайте есть карты регионов. Карты нескольких регионов сразу. Которые там близко друг к другу для удобства. И особые карты. Фракционные войны, Джоусские регионы, в которые нельзя попасть и прочая подобная фигня. И, допустим, если я захожу в регион Фордж. Вот оно мне показывает, что здесь происходит в этом регионе. И я могу здесь поменять... Во-первых, я могу здесь найти систему. Там жито. Ну, оно не только в этом регионе поиск. То есть я жму Enter. Оно меня переместит на карту нужного региона и подсветит эту систему. Вот она жито. Кроме этого, что я могу сделать? Вот это вот показывает, что отображается на этой карте. То есть в данном случае оно показывает фракцию. То есть это каударские все системы. Я могу поменять на безопасность. Статус безопасности. Я могу поменять там название региона, название созвездия. Планеты. Сколько их в какой... В какой... Упс. Это не то, что я хотел нажать. Сколько их в какой системе. А при этом... Мне казалось, я как-то мог искать по конкретным типам планет. Возможно, я ошибаюсь. То есть я могу кликнуть на любую систему и посмотреть, что там вообще происходит конкретнее. То есть уровень безопасности, регион, констелляция, фракция, какие там есть минералы, что там можно накопать, сколько там планет, лун, поясов астероидов. Какие там есть станции. В общем, всю вот эту вот информацию. Кроме этого, здесь на самой подсказке вот это вот сбоку отображается, какие там есть... Не какие там есть станции, а какие там есть услуги на станциях. То есть там красная. Красный треугольник. Это значит, что там есть станции, на которой можно перерабатывать минералы. То есть астероиды в минералы в ресурсе. Желтая означает, что там можно строить что-то. Зеленая означает, что там еще какая-то фигня есть. В общем, это все вот здесь написано. Кроме этого, вот такое вот кольцо голубое вокруг системы означает, что там есть пояс льда. То есть там можно копать лед. Ну, в общем, все такое вот. Здесь можно кучу всякой разной информации найти. А, да-да-да, вот здесь есть конкретные планеты. То есть если мне нужны конкретные там ледяные планеты, я могу это посмотреть. И кроме этого, здесь есть такая вот статистика, сколько человек в последний час прошел в эту систему. То есть сколько пропрыгнуло в систему, там, в житу 1900 человек за час. То есть это не за последний час, то есть это не за час с текущего момента и... Ну, за час до текущего момента. А это за последний, как бы, там, с 14.00 до 15.00 или что-то типа того. То же самое за 24 часа. Я могу посмотреть, сколько там человек убили за, опять же, такое же время. И я могу посмотреть, сколько там NPC убили кораблей. Ну, в смысле, игроки, сколько убили NPC кораблей. То есть я могу посмотреть, проходит кто-то там миссии в этой системе или... Там, на белых них непись убивает или нет. И все там подобное. И также я могу на этой карте открыть планету... Непланету систему, где кого-то убивали. И здесь я могу нажать kills и посмотреть, кто и кого там убивал. То есть вот там убили капсулу. Убили капсулу вот этого вот человека из Гонсворма. Убил вот этот вот. Там время. И все там подобное. Но с этим мы попозже немножко подробнее разберемся с этими всякими килами. Кроме этого... Ну, кроме этого на Дотлане, в принципе, особенно... Ничего важного и нет. Ну, то есть это карты, что о них еще скажешь. То есть да, можно так смотреть за... А, нет, это в PDF открывает. Так нельзя смотреть. Многорегионные карты открываются в PDF, и они не интерактивные. Можно смотреть, если я открою какой-нибудь там пор-блайнд. Там, как альянсы друг с другом воюют, там у кого какая система. Но это вполне естественно. Но в целом все равно Дотлан это самые удобные карты евовские. Ну, в принципе, это не то, что самые. Мы это, наверное, единственные, кроме ингеймовских. Но ингеймовские... Они, конечно, стали лучше. То есть вот это вот лучше, чем... Чем вот эта старая карта. Которая все еще есть в игре. Потому что эта старая карта вообще ужасная. Это, ну, она немножко удобнее. Тут есть всякие разные вещи. Тут можно как-то ее было... Да, плоскую проекцию сделать, что у меня уже сделано. То есть на самом деле оно все вот так. Но у меня было выставлено, что оно для карты немножко удобнее. Плоское. Тут тоже можно всякие вот эти вот... Все те же фильтры, по сути. Можно посмотреть там, сколько игроков где убили. Но здесь это все сделано намного менее удобно, чем на Дотлане. Естественно. Так что Дотлан полезен. Кроме него... О чем я еще хочу поговорить. Есть несколько программ, которые помогают вам фитить корабли. То есть в данном случае у меня вот этот вот мой кестрел. И у меня там в него вставлены всякие модули. Половина из которых почему-то выключена. Окей. И... Допустим, у меня сейчас нет кестрел. Я хочу посмотреть. Вот если я куплю себе кестрел и зафичу в него разные модули. Насколько оно у меня влезет. Насколько там с моими скиллами. Может быть у меня там... Может я придумал какой-нибудь фит. Но он потом в итоге окажется, что у меня один модуль не влезает. И из-за этого у меня весь фит разваливается. Правильно? Ну, есть разные вещи. В частности, есть Осмим. Есть EFT, которая... Программа оффлайн, вы ее качаете. И... Там может фитить корабли. Есть PIF. В общем, есть несколько разных вариантов. Я в последнее время пользуюсь Осмимом. Потому что он в браузере, и это удобно. Я могу здесь просто нажать Create Loadout. Сюда тоже можно загрузить API свой. То есть зарегистрироваться на сайте. И тот же самый API-ключ. И оно сейчас использует скиллы моего персонажа. То есть если я сюда вставлю какой-нибудь... Не знаю, там корабль. Поток Ройзер. Navy Brutex. Оно мне напишет, что вот сколько у меня скилпоинтов не хватает. Надо же, мне на Brutex всего лишь... Один день двадцать часов можно... Можно будет сесть на него через один день двадцать часов прокачки. Но сесть на него это одно. Использовать пушки на него это совершенно другое. Так что нет. Ну, в общем, если у меня каких-то скиллов не хватает, оно мне сразу напишет. Как его отсюда убрать? Нет, не так его отсюда убрать. Ну, в любом случае я могу просто другой корабль вместо него воткнуть. Ну и здесь я могу прикинуть свои фиты. То есть я могу набрать тот же Кестрел. Кестрел точка запятой, но все равно. Добавить сюда Кестрел. Добавить сюда там Rocket Launcher 2. Которые я не умею использовать. Но я знаю, что я их не умею использовать. Добавить сюда там... Medium Shield Extender 2. Ну и все это здесь есть в маркет-группах так же, как в игре. То есть я могу открыть оборудование кораблей. Там Propulsion, Afterburner, Afterburner T2. То есть я могу это так сделать. Но я могу с тем же успехом набрать 1MN Afterburner. Потому что я знаю, как называется этот модуль. И оно мне все эти 1MN Afterburner покажет. И я могу отсюда его выбрать. Ну то есть сюда я могу засунуть всякие модули. И я уже вижу, что вот у меня 0 реактора осталось. То есть он весь забит. Но еще куча процессора. И я могу не только со своими скиллами посмотреть, но и я могу кликнуть O5. То есть это все... Как оно влезет, если у меня все мои скиллы в 5 прокачаны. Вообще абсолютно все. Тогда оно, естественно, влезает намного лучше. У меня еще и 8 единиц процессора остается. То есть я могу еще сюда балкон вставить T2. Чемодан. Т2. Какой-нибудь там скрамблер. Ну и в последний сет, сетка, которая не влезет, по-моему. Ну, флитинг сетка, да. Флитинг сетка чуть-чуть не влезает. X5 сетка сильнее не влезает. И там... Нет, оно не так пишется. Ладно. Клифакшн. Окей. Там 2... Допустим, 2Т2 рига. Я хочу засунуть... Такой риг? Или 2Т2 не влезет, я не помню. И я хочу засунуть бейлоудер. Где он? А, нет. Бейлоудер здесь нет, потому что он по-другому называется. Или оно не ворхит бейлоудер? Ладно, не важно. В общем, я хочу засунуть сюда какие-нибудь там 2 рига. Я могу просто взять и... Открыть маркет-группу. Бейлоудинг. Акселератор. И тогда у меня вообще не влезает... Не влезает 2 рига. Соответственно, T1 все-таки придется. Т1 влезают. И тогда у меня на 3% выше даже со всеми скилами в 5. Я могу посмотреть и... Засунуть сюда там какой-нибудь щелк-экстендер поменьше. Да, и вот все влезает с Ол-5. Ну, естественно, ракеты можно туда засунуть какие-нибудь. Там миссовые ротицы, фракционные, колдаренные в Инферно, допустим. И я могу увидеть, что у меня там 135 ДПС и 304 дамага за залп, по-моему. Наверное, так. И, возможно, я могу даже как-то... Да. Перегреть. В перегреве у меня 159 ДПС. У меня там 4700 эффективных хитпоинтов. При этом я могу профили урона поменять. То есть это просто эффективные хитпоинты. Если по мне стреляют по четверти всеми типами урона, я могу посмотреть, что будет, если по мне стреляют, допустим, конкретно лазерами с кристаллами мультифреквенса. У меня 4.400 всего лишь эффективных хитпоинтов. Или если по мне там стреляют какими-нибудь гибридами с антиматерией, 4.900. Если по мне стреляют там пулеметами с ЕМП-патронами, 4.300 и так далее. Ну и здесь все остальные статы я свои вижу. То есть моя скорость, маневренность, мощность варп-двигателя, сколько целей я могу залочить, на каком расстоянии, размер сигнатуры, и сколько оно примерно все будет стоить. То есть все здесь удобно. И также сюда можно добавить всяких дронов. Если бы у моего корабля был дрон-бэй, можно засунуть импланты. То есть я могу посмотреть. Допустим, я вставлю себе на ракеты. Я не уверен, что они все делают, но какие-нибудь рандомные позапихиваю на ракеты импы. Миссл бомбардмент на дальность. Так, а там что? А, цепл эфишенсе. Есть что-нибудь более интересное? Круизки, торпеды. Нет, это не то, что мне нужно. Восьмой. Пресижен. Девятый. Рокетсы. То есть вот это повысит мой ДПС. 162. И десятый, там, скорострельность. Еще повысит ДПС. Бустеры я могу. Это временные бонусы. Тоже сюда добавить. Я могу добавить сюда бонусы от какого-то командного корабля, например. Или эффекты от какого-то там вражеского или не вражеского корабля. То есть я могу посмотреть. Допустим, что... Как на мой корабль повлияет тот факт, что на него будет накинута... Сетка, допустим. Как-то оно можно было... А, нужен фит какой-то сюда. Нужно сюда какой-то фит добавить с сеткой и с него использовать сетку. Я могу... И этот же самый. Нет? В общем, я не уверен, как именно это здесь делается. Но, в общем, это тоже здесь есть. Могу эффекты от локации. Это в Вармхоллах бывают всякие эффекты. В общем, тут можно кучу всего разного посмотреть. Как мой корабль себя поведет, при каких ситуациях. И насколько у меня вообще все влезет. Какие мне скиллы нужны. То есть если я возьму свои скиллы, я увижу, что, во-первых, у меня все это не влезет. Потому что там у меня некоторые скиллы не прокачаны, от которых лучше лезут разные вещи. Причем у меня это очень сильно не влезет. Во-вторых, мне, чтобы просто эквипнуть это все, нужно прокачать ракеты в 5, специализацию в 1, afterburner в 4, веб-апгрейды в 4, холл-апгрейды в 4. Ну и кибернетику в 5, чтобы все эти импульсы ссунуть. В общем, как-то так. И опять же, это Osmium. Он браузерный. Есть еще оффлайновые варианты. Есть PIFA и есть EFT. EFT это то, чем все много-много лет пользовались. Потому что аналогов нормальных не было. Сейчас вот они появились. Какое-то время назад. Про PIFA ничего сказать не могу. Я знаю, что оно существует, но сам я не пользовался. EFT я пользовался. Оно выглядит сильно проще, скажем так. Но в целом примерно так же там все работает. Там я знаю, как поставить, что там какая-нибудь сетка на мой корабль. Активировано. Но это просто потому, что там я... Здесь я еще не разобрался. Здесь я никогда этим не пользовался. Но в общем, да. В целом по удобству и по... По возможностям EFT и Osmium примерно одинаковы. Кроме того, в Osmium я могу посмотреть чужие фиты, которые здесь кто-то сохранил. Но на самом деле, если вы хотите... Там... Если вы думаете... Я хочу полетать на Кестреле. Я могу здесь набрать... Шип Кестрел. И посмотреть фиты Кестрела. Там какой-нибудь вот такой вот фит... Упс. Не то, что я хотел кликнуть. Такой вот фит посмотреть. Да, вот он. Такой вот фит. На самом деле, если вы выбираете, как... Как летать на Кестреле, лучше идти не сюда. И не на форумы с фитами. И не... Не в те места, где люди пастят свои фиты. А лучше идти на киллборду. Zkillboard.com Это более удобно. Есть еще пара разных вариантов. И это... Это сайт, на котором я могу посмотреть убитые корабли. И в частности, я могу набрать, например, тот же самый Кестрел. И посмотреть, какие Кестрелы умирали в последнее время. И я могу открыть, допустим, вот этот вот Кестрел. Посмотреть, что на нем зафичено. Арбалест ракетницы... Ракетницы Лайт Миссел. Ракетницы. То есть это ПВЕ-шный Кестрел. На нем нет скрамблера никакого. На нем Лайт Мисслы. Авторбернер. Ансиллер Шилд Бустер. Два Экстендера. Это очень наркоманский какой-то Кестрел. Один Риг. Окей, это не очень интересно. Там, допустим, вот этот Кестрел. Т2 Ракет Ванчеры. Инвулька. Странно. Скрамблер. Шилд Экстендер. Микровар. Окей, могу посмотреть там какой-нибудь такой Кестрел. То есть я могу посмотреть разные Кестрелы. На чем народ летает, на чем народ умирает. И что-то из этого, наверное, будет достаточно хорошим фитом. То есть вот это вот относительно стандартный скрамкайт фит. То есть это примерно то, на чем я летал. Только с авторбернером. С двумя балконами вместо чемодана. Ну и там немножко другие риги. Т2 модули всякие. То есть корпус крамблер, Т2, сетка, медиум экстендер, авторбернер, два балкона, ракетницы. И анти-ейм реинфорсер, кальфакшн каталист и процеврикоутинг юнит, потому что у него по процу что-то не влезало, очевидно. То есть это уже вменяемый фит. Там какой-нибудь вот этот вот потеряли в 0.6, так что скорее всего... Ну, кстати, он тоже, наверное, наверное, вменяемый. С щелдбустером. Но смысл примерно тот же. Только с реактором вместо этого. Ну, то есть... Так я, во-первых, могу посмотреть, что народ теряет. И посмеяться, когда там потеряли какой-нибудь, не знаю, кестер на 39 миллионов. Скорее всего, у него... Ну, да, фракционные щелдэкстендеры. Отлично. Ну, и, во-вторых, я могу посмотреть, на чем народ вообще летает в действительности. То есть то, что здесь, то, что на сайте выкладывают, это не факт то, что... Как бы то, на чем кто-то реально летает, кроме этого человека, который выкладывает. И не факт, что это эффективно. В то время как здесь, конечно, тоже не факт, что это эффективно. Я бы сказал даже наоборот, учитывая, что это потерянные кестеры. То есть это те, кого убили. Но, тем не менее, я могу хотя бы посмотреть, на чем летают. И, естественно, как бы нет тех, кто летает, и его никогда не убивают. Так что хорошие кестеры вы здесь тоже будут. Ну, и то же самое можно с любыми другими типами кораблей. То есть я хочу, допустим, посмотреть конфессор. Опять же, потери. Там такой вот конфессор убили. White Beam'ы, Afterburner, два капричарджера. Это, скорее всего, не очень хороший конфессор, учитывая, что у него капричарджеры. И там... Не знаю. Ну, репка это нормально, наверное. Но все равно. Там какой-нибудь вот такой вот в Бакрайзе убили. Да, вот этот вот уже более пвпшный, но все равно у него один капричарджер. Возможно, конфессор фитит с капричарджером, я не знаю. Ну, я вижу уже, что там конфессоры фитит с Beam'ами. Вот этот с пульсами. Но этот с нейтерами также. И... С сеткой. И с крамблом. И с бронепластиной. То есть он в буфер затанкован. То есть он не отхиливается, а у него просто очень много брони. Так что он танкует тем, что у него много брони. Там вот этот вот. С ремонтным модулем с репкой. Причем с репкой, которая нано-пасту жрет. Потому что есть ремонтный модуль, который просто энергию жрет. А есть тот, который не жрет энергию, но жрет ремонтную пасту. Короче, патроны у него такие. Опять же, с Beam'ами. С пробкой. Микроварп. Варпдиз. Сетка. И всякие там риги. То есть я так могу сразу прикинуть. То есть я вижу, что там много с Beam'ами летают. Хотя некоторые с пульсами. Капбустер. Много с репками. Много там... Ну, в броню, естественно, все его танкуют. Потому что это бронированный корабль. Это какой-то вообще сенсор-бустером странный. Это опять Beam'ы. Микроварп. Смокабустер. Варпдизраптор. Естественно, потому что Beam'ы это дальнобойные лазеры. Варпдизраптор это дальнобойный... Дальнобойный варпдизраптор. То есть дальнобойная фигня, которая врубает варпдвигатели. Скрамблер это для ближнего боя, но он эффективнее. И соответственно, опять же, репка. Пару хитцинков, которые увеличивают дамок лазеров. Нанофибер, чтобы маневренность и скорость повысить. И... Наномембрана, которая повышает все резисты брони. То есть я примерно вижу, что такой относительно стандартный фит. Конфессоры это Beam'ы. Это... Микроварп. Диз, естественно. Репка какая-нибудь. Там пара хитцинков. Может быть капбустер. Это надо уже смотреть, насколько ему не хватает энергии. То есть капбустер, он жрет батарейки и восстанавливает энергию. Может быть там пробкомет, если... Не знаю, если вы летаете по Вармхоллам, наверное. Я не уверен. Зачем еще ему может быть пробкомет, тем более стандартный, а не боевой. Потому что боевой пробкомет может высканивать врагов. Вражеские корабли. Стандартный не может высканивать корабли. Он может высканивать только... Комплексы всякие. Ну и таким вот образом можно примерно посмотреть разные... Разные варианты и подобрать себе примерно фит. И можно опять же посмотреть и посмеяться. Кто-то умер на конфессоре за 600 миллионов, на котором стояло... Что на нем было за 600 миллионов? В трюме лут? Да, в трюме лут. X-Type, X-WART, щилдбустер у него был. Но это... Это еще нормально. Это он где-то залутал этот щилдбустер. И его убили, когда он там пытался куда-то долететь, где его выложить, например. Но тут также можно посмотреть, посмеяться на что-нибудь более эпичное. Правда, я не уверен, как именно здесь посмотреть. Самые дорогие... Дорогие убитые корабли не за последние сколько-то дней, а за все время. Потому что там можно найти, например, какой-нибудь кестрел, который убили в жите. И который вез в инвентаре, там, 120 плексов. Возможно, не 120. Я не уверен, сколько именно, но такое было. Ну и всякое такое, когда там кто-то... Кто-то зачем-то вез очень много ценного лута на очень небронированном корабле и умер. Или... Летал с полным фитом фракционки на каком-нибудь трэшовом корабле в нулях или еще где-нибудь. А, ну, собственно... Вот, имп. Вот вам пример. Имп — это уникальный корабль, который за какой-то там Allianz VC турнир давали. То есть он один в игре, возможно, не один. Возможно, их какое-то просто ограниченное количество, там, 10 в игре. Кто-то один потерял. Теперь их меньше в игре, по крайней мере. И 120 миллиардов. Примерная стоимость. Потому что имп. Ну и плюс на нем там... Всякие фракционные модули везде, естественно. И так далее. В общем, киллборды — это хороший метод найти себе фит. И хороший метод посмотреть, кто что-то дорогого потерял в последние несколько... Несколько дней. Ну или в принципе. Ну и также, естественно, сочетание Дотлана и киллборды — это хороший вариант посмотреть, не опасно ли лететь туда, куда вы направляетесь. То есть если я посмотрю убитые корабли, если я открою регион... Регион Фордж. Где он тут? Вот он тут. Ну и здесь, понятно, в хайсеке там кто-то воюет с кем-то. Это нормально. Если я посмотрю лоусеки, тут 4 корабля убитые. Я могу посмотреть, кем они убиты. И конкретно здесь она откроет как раз киллбордовский этот. То есть здесь его убил какой-то один корабль. Здесь его... Убил тот же самый корабль. Этого убил. Опять тот же самый корабль. То есть там, возможно... Ну, я не думаю, что там какой-то кемп. Потому что их всех убил один корабль. Но все же, если я открою, допустим... Где она была в цитаделе? Тама. Тама. 6 кораблей, 4 пода убиты. То есть 4 капсулы. Убийство. Мобильный трактор убили. Окей. Но это не то. Ну, опять же... Здесь вот справа... Это кто убил? То есть здесь убил один корабль. Капсулу. Тоже убил один корабль. Но в целом, если я вижу... Если я открываю корабль и вижу, что здесь 20 человек его убило. Потом открываю следующий убитый корабль в той же системе. И вижу, что там те же самые 20 человек его убило. То, как бы, это намекает, что в эту систему, может быть, не стоит летать. Потому что, может быть, там на гейте висят эти 20 кораблей и убивают всех, кто пролетает. Так что такую вот полезную информацию можно из этого узнать. Ну, и, наверное, это практически все, про что я хотел сегодня рассказать. То есть... Фитилки. Осмилм. И... ЕФТ. И Пифа. Про которую я ничего сказать не могу. Киллборда. Это... Самое удобное, наверное, или там... Единственное удобное. Карты Дотлан и ВМОН для менеджмента скиллов. Ну, и, собственно, как эти скиллы лучше качать. Так что, наверное, на этом на сегодня все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok